Кита-кита-кита-кита-кита-кита! Широхи-эно-минарайкодо, кирайде-не! Сонна-ни-ко-айка. Син-жи-дайга. Здарова, Хелинадзука Накамонадзука на связи. Сегодня очередной крупный ролик, в котором мы разоберем всех не каноничных, каноничных, подтвержденных, да и вообще всевозможных пользователей королевской воли. Ролик этот нужно начать с очень важной ремарки, точнее, даже с некой корректировкой для абсолютно каждого зрителя или читателя One Piece. Порой часто можно услышать от людей подобное заблуждение. Почему, например, у той же Ямато вдруг появилась королевская воля? Разве у нее есть амбиции стать каким-либо королем, или же это дефолтная дорожка Сенана, на котором просто с появлением нужного персонажа ему будет раздаваться королевская воля? Но ведь чтобы обладать ею, нужно быть каким-то королем, хотя бы названным или на поверхности своих амбиций. И вот в чем тут фундаментальная ошибка. Рассказываю. Королевская воля. Термин, переведенный на русский язык, не имеет столь буквального значения. Словосочетание «королевская воля» означает высшую степень развития той самой воли. То есть, условно, есть обычная воля, средняя воля, и на вершине этой башни королевская. Имеется в виду императорские хаки наивысшей плотности. То бишь, как флеш-рояль в покере. Буквально «королевский рояль». Является он таким не потому, что акцент нужно делать на слове «король», а смысл оригинала обозначает высшую степень в иерархии. Множество раз и на форумах до создания этого канала, и в куче своих видосах я подымал эту тему, но поскольку это будет плотный большой ролик, я решил уделить этому моменту большое внимание. Когда к людям приходит осознание за смысловую нагрузку словосочетания «королевская воля», им, в принципе, становится легче воспринимать суть этой силы. Теперь далее. Естественно, не нужно быть или стремиться к титулу какого-то короля, чтобы по канону заиметь данную силу. Это очень древнее заблуждение, и порой оно подчеркивается лишь для того, чтобы выделить амбиции конкретного персонажа. Не более. Также стоит опустить все те разговоры, что на данный момент у каждого второго КВ. Хотя заявлялось, что эта сила настолько исключительная, что встречается лишь один раз на миллион. Ну, я, честно говоря, не вижу ничего странного. На данный момент в таблице с подтверждением по канону, с обладателями «королевской воли» находится всего лишь два десятка человек. Даже если сделать скидку на мир One Piece, где всего лишь 50 миллионов населения на всей планете, открытых слотов для пользователей «королевской воли» еще целая куча. Ведь история, которую мы наблюдаем сейчас, уже находится на пике. Да че нам? И те самые высшие пользователи этой хаки встречаются и коммуницируют довольно часто. Ведь кто, как не они, в большинстве своем приближаются к высшим титулам уровня Йонко или того же «Короля пиратов». В этом плане все закономерно, с развитием сюжета и приближением к концу. Очевидно взаимодействие между такими персонажами. Ну, а теперь давайте о структуре ролика. Все, как обычно, будет аккуратно выставлено по таблице. Составляли ее несколько часов на стриме. Полную запись можете глянуть, она находится на розовой аниме Мори. Таблица получилась разделенной на четыре части. Сверху мы оставили тех, кто уже по канону подтверждается как носитель «Пробужденной королевской воли». Там будут как каноничные, так и несколько неканоничных, но все же связанных с основной историей персонажей. Сразу под ними будет графа под названием «100% обладателей королевской воли». Там находятся те самые очевидные персонажи, которые уже даже по канону демонстрируют королевскую волю, но пока прямым текстом это не будет произнесено в манге или аниме. Помимо источников по типу СБС, их попросту не заносят в основную таблицу на разных фандомских сайтах по One Piece. Чуть ниже располагаются потенциальные бойцы, которые, возможно, пробудят свою королевскую волю. Неважно каким образом, но даже если этого не произойдет, ничего удивительного в этом не будет. Ну и самая нижняя графа под названием «Маловероятно, но возможны обладатели королевской воли». Персонажи отбирали скурпулезно из самого огромного терлиста в 2500 иконок, так что не упустили абсолютно никого. И еще, помимо всей этой структуры, персонажи располагали по уровню силы и угрозы в каждом из разделов. Поэтому сразу на старте можно сказать, таблица собрана без каких-либо рофлов, вбросов и прочих мутных моментиков. Ну а теперь погнали к разбору этого плотного ролика. На старте предлагаю быстренько пройтись по подтвержденной таблице на данный момент, также в формате топа. Слабейший и двадцатый персонаж, который имеет королевскую волю, это Нагури. Неканоничный персонаж, который на своем пути встретил Роджера и после, чисто поджимавшись, пробудил свою королевскую хаки. Также он имел знакомство с бандой Асейл на сером терминале. Находится на двадцатой строчке вполне заслуженно. Сразу после него располагаем всеми любимого Дон Чин Джао. В свое время этот мужик пытался тягаться с Гарпом, но был уничтожен одним ударом. После чего его головной бур был помят, и этот дед пытался отомстить внуку Гарпа за былые обиды. Естественно, и у этого персонажа подтвержденная королевская воля. На восемнадцатом месте находится Эйс, сынишка самого короля пиратов. Человек, померший на Маринфорде, в момент своего угасания, с наградой в пятьсот пятьдесят миллионов били, что слишком мало даже на тот момент для пирата такой величины. Ну, видать, он не дебоширил, и прозвище Огненный Кулак за красивые глазки он получил, а не за массовое уничтожение врагов и кораблей Дозора. Также, естественно, обладатель королевской воли и один из самых колоритных персонажей Ван Пис. На семнадцатой строчке у нас располагается Одан. Единственная спорная позиция, распределенная по силе. Да, как и в топе сил, где его мы занижали намеренно, тут рука не подымается поставить его выше. Споры, конечно, возникнут, и субъективности избежать невозможно ни в одном из топов. Но когда-нибудь до каждого дойдет, что этот человек никогда не был и не будет ровней ни Белоусу, ни тем более Роджеру. Поэтому оставили его на этой позиции. Да-да, я в курсе, что он там Кайда целую рану оставил. Это очень здорово. Ведь раскрывалась тогда не доблесть и значимость персонажа в сюжете этой арки, а именно ачивное пробитие. Так что да, тут все ясно. Спасибо за внятные комментарии. Одан топ-1. Сразу после поваренного на шестнадцатой строчке находится Ямато. Дочь Кайда, истинный Одан, которая продемонстрировала все типы королевской воли в конце арки Вана. Персонаж довольно плотный, и уж предыдущему Одану дала бы понюхать. А не, хотя даже понюхать бы ему не дала, в том-то и дело. Именно по этой причине выставлена на ступень выше. Топ-15 открывает Боа Хэнкок. Хиби Хемичка-серьезный боец нового мира, которая налегке показала бы той же Ямато, кто здесь настоящая леди. Обладатель имба-фрукта среди параметций, который давит налегке даже таких пиратов, как Катерина Девон или Васка Шот. А ведь это сильнейшие бойцы из команды новоиспеченного Йонко. Заслуженно открывает топ-15 среди уже подтвержденных. Прямиком после Хэнкок у нас находится злющий антагонист Арки Дресс Роуз. Для тех, кто будет орать, что Минго отлетела четвертого гира и бла-бла-бла, это все понятно. Ребята, если углубитесь в более детальный анализ, найдете для себя много новой пищи для размышлений. Но даже если учитывать все эти ништячки, следующие персонажи практически по всем параметрам находятся на ступень выше Доффи. 13 место. Шарлотта Катакури. Думаю, даже расписывать все его заслуги в бою не нужно. Прокачан всесторонне и практически на пределе для уровня развития подобного персонажа, максимально приближенного к Йонко. Вслед за Катой идет Юстас Кит. Человек также имеет в наличии все обилки и пробужденный дьявольский фрукт вместе с королевской волей. Награда в 3 миллиарда белей и все амбиции стать королем пиратов были на раз-два уничтожены Шанксом. Поэтому я даже не представляю, увидим ли мы бедного Кида в дальнейшем сюжете как достойного бойца. Но не повезло парню наткнуться на Шанкса. Пацан к успеху шел. Не получилось, не портануло. Сразу после Юстаса Кида на 11 позиции стоит Рорано Зоро. Этот парень является вторым по силе в своей команде, способен намазать и Кида, и Ло при всех их заслугах. Здесь даже не нужны аналогии Луфи и Зоро с Роджером и Рейли. Марима на голову превосходит даже таких жестких трехмиллиардных капитанов из худшего поколения. Топ-10 открывает Дуглас Буллетт, второй неканоничный персонаж, обладающий королевской волей. В его полнометражном фильме раскрылся также самый имбовый неканоничный дьявольский фрукт типа Парамеция, Гася-Гася-Номи, повсеместная ассимиляция и буквально Парамеция-Парамеций. Он знатно продемонстрировал уровень своей силы, по канону является изгнанным членом команды бывшего короля пиратов и пятым по силе, в основном составе вышеупомянутого Роджера. Так что берите на заметку, чуть позже будет очень интересное обсуждение с упоминанием всех пяти высших бойцов Роджера и кое-кого еще. На девятом месте у нас расположился Сен-Гоку. Этого мужика за былые заслуги, мифический фрукт и также подтвержденную королевскую волю позволили себе поставить даже на ступень выше Буллита. Как ближайший соратник Гарпа, этот дед прекрасно знает, как продемонстрировать свое величие. На восьмом месте топа, наверное, самая слабая среди всех Йонко, известных нам на данный момент, Шарлотта Лин-Лин. Но все же Биг Мам не стоит недооценивать. Титул Йонко не формируется просто так. В пять лет она уничтожила сильнейших воинов Эльбафа, задействовав и свою королевскую волю. Она имела награду в 500 миллионов Билли в таком юном возрасте, что делает ее рекордсменкой и по праву выдает звание сильнейшей женщины на планете Ван Пис. Топ 7. Темный король Рейли. Тут уже лига тяжелая. Рейли, правая рука Роджера, человек, страхующий лидера на высших ступенях развития нового мира и всех уголков Ван Пис. Можно спорить сколько угодно, но чисто в этом топе позволили себе поставить его выше Биг Мам. И еще раз, некоторые, в угоду тотального непонимания, могут сказать, а почему бы не расставлять персов по их силе королевской воли? Так вот, ответ очень прозаичен. Уровень королевской воли прямо пропорционален твоему общему развитию и, грубо говоря, твоему уровню силы. Королевская воля – это следствие твоих тренировок, а не причина, по которой ты находишься в топе. И тут все банально. Если персонаж сильнее другого, соответственно, и уровень его королевской воли будет выше. На шестом месте находится Монки Дигарп. Железобетонный мужик, который даст прикурить практически всем бойцам Ван Пис. Как приверженец старой школы не имеет дьявольского фрукта и тащит исключительно на волевых. Что, как по мне, и передается Коби, который займет его место и будет тем самым новым героем Дозора. И однажды завладеет титулом главнокомандующего морского флота. Топ-5. Эдвард Ньюгейт. Сильнейший человек прошлого поколения. И давайте сразу отсеем овощей, которые скажут, что он на Маринфорде не продемонстрировал нормальный уровень королевской воли. Еще раз. Человек был сильнейшим среди живущих. И его королевская воля была на том же уровне. На Маринфорде еще не было введено никаких особых ярких визуалов. Да и сам концепт на королевских волях не выделялся, как в наше время. Поэтому человек заслуженно находится на этой позиции. Уступал он лишь самому Голди Роджеру. Четвертое место. Бывший Йонко Кайдо. Сильнейшее существо. Также объясняю, почему снова выставил на ступень выше, чем Белоуса. Хотя можно и поменять их местами. Это не поменяет общей картины. Для тех, кому прям вот необходимо это услышать. Кайдо стал сильнейшим существом, будучи моложе Белоуса и пережил старика. По итогу был повержен главным героем в пробужденном божественном пятом гире. Продемонстрировал все, что только можно. И когда я размышляю об этих двух персонажах, вполне возможно двинуть Белоуса на передний план. Но решили толпой и в этот раз оставить все как есть. Третье место. Монки Дилуфи. Также перечислять заслуги не нужно, так как именно на нем, как на главном герое, мы видим различные поверапы и постоянно увеличивающиеся мощности на всех этапах его развития. Имеет в своем арсенале все типы хаки. Пробужденный фрукт, мистического, божественного типа и так далее. На финале произведения, естественно, будет сильнейшим порожденным существом за всю историю в Сия Ван Пис. Топ 2. Шанкс. Поставили его выше, чтобы символично смотрелось и все было по красоте. Естественно, позже даже та самая преслоутая воля Шанкса будет подавлена волей Луфи. Так как это и есть следствие развития данных сил. Ну, либо даже Тичевской будет подвинута. Тут пока говорить рано, но исходя из данного видения, он стоит на своем месте. Первое место. Топ 1 из подтвержденных, естественно, король пиратов Голди Роджер. Человек, свернувший этот мир в бараний рог, и персонаж, готовый становиться тем самым последним Джойбоем. Но судьба по отношению к нему распределилась иначе. Роджер, между прочим, человек, сделавший себя сам, но также споткнувшийся судьбу, которая буквально не дала ему исполнить пророчества. Он сделал буквально все для этой цели, но время и судьба не щадят никого. В колоссальных масштабах он породил эру пиратов и дал толчок и дорогу последнему Джойбою, которому суждено. Сам Роджер надеялся, что тем самым последним Джойбоем станет Эйс, но слегка ошибся. Поэтому табличка с подтвержденными пользователями выглядит именно так. Где в первой тройке те самые носители соломенной шляпы, символа рассвета первого Джойбоя. И очень символично все это выглядит в порядке поколений. Значит, по итогу мы имеем 20 персонажей с подтвержденной по канону королевской волей. На самом деле в данный момент их 21, но к этому вернемся чуть позже, поэтому давайте переходить далее. Начнем с самого низа. Раздел маловероятно, но факт. Туда мы поместили целых 9 персонажей. Тут на самом деле есть о чем поговорить. На возможном девятом месте у нас располагается Усоб. Вы сами понимаете, в чем соль. Лжец, чьи сказки буквально воплощаются в реальность. Неоднократно уже демонстрировал пробуждение воли наблюдения. Что в моменте против Сахарка, или даже в полуканоничном фильме One Piece Red. Где через глаза на ментальном уровне Усоб передавал инфу вместе со своим паханом Есопом. Если однажды или постфактум в последних сериях, скипнув лет 20, нам дадут намек, что у него есть королевская воля, это будет совершенно неудивительно. Ведь он величайший король лжи, ставший храбрейшим воином моря. Далее, я открываю сразу 4 позиции и объясняю, в чем прикол. Тут у нас Ребекка, Широхоши, Виви и Морковка. Это очень близкие Накама Мугивар и очень ярые фанатки Луфи. Но при этом прошу заметить, каждая из этих персонажей в будущем станет правительницей своего королевства. Они буквально императрицы. Ну а Нефертари Ди Виви вообще не нуждается в пояснении. Эта девушка напрямую заявляется как слишком обособленный персонаж из рода королей забытого столетия. Широхоши так вообще древнее перерожденное орудие Посейдон. А Морковка среди них уже является королевой Зоа. Они просто принцессы, как остальные девушки из этой таблицы. Ну и естественно, она самая боевая девочка среди них. С заделом на будущее у персонажей такого класса было бы неудивительно пробуждение королевской воли. Поэтому они остаются здесь. Сразу после них на четвертом месте наша кошка Воровка Нами. И тут уже очень интересно. Во-первых, она сильнейший персонаж на корабле Мугивар. Мугивар. Настоящий теневой капитан. И при этом даже Джимбей буквально по канону, пускай в рофломоменте, но подтвердил наличие у нее королевской воли. Тут шутки шутками. Но у нее прям напрашивается раскрытие этой силы. А еще, когда будет раскрываться ее родословное, вполне может оказаться, что Нами одна из потомков королей забытого столетия из той самой двадцатки. Точно так же, как и Нефертари Ди Виви. Намеки на это постоянно вбрасываются. Она была найдена Бельмери в переполохе, как брошенка. Точно так же, как и Шанкса бросил Гарлинг. Также приколы от Санджи, называя Нами принцессой. Ведь он уже по факту является принцем Джермы. И если Нами в будущем будет раскрыто, как знать, тут все будет обыграно очень здраво. Да и для самой Нами это будет подарок судьбы. Ведь она из статуса Воровки сможет символично отказаться от своего титула принцессы. Ведь все сокровища мира и так уже будут у ее ног. На третьем месте Санджи Кун. Вы и сами знаете, что тут к чему. Поэтому можно я просто не буду уделять время на плохое и плаксивое и просто свалим далее? Ладно. На самом деле, без шуток, на примере с командой Рокса и Роджера, у Санджи, скорее всего, под конец будет выявлена королевская воля. Потому что по аналогии с легендарными командами такого масштаба, а тут ведь все-таки Луфеново испеченный король пиратов, примерно пять приближенных по силе пробуждают королевскую волю. К этому мы еще вернемся чуть позже, но успокою тех, кто переживал за Санджи. Будет у него КВ. Просто, возможно, под самый конец или постфактум на последних сериях, где они уже будут лет так на 20 старше. И для разнообразия давайте сразу откроем первое и второе место в этой таблице. Тут у нас Фишер Тайгер и бывший главнокомандующий Конг, которому было уделено уже целых три фрейма за всю историю манги. По Фишеру Тайгеру, человек такой величины вполне возможно задним числом будет удостоен чести по КВ. Если, конечно, не будет забыт в аналах истории. Очень значимая персона и тесно связан с тем самым воином освобождения Никой. Так что ни в коем случае нельзя занижать эту персону. А по Конгу все просто. Но он главнокомандующий всего Дозора, стоящий над адмиралами, в лице Сен-Гоку, все это прекрасно подтверждено. И учитывая, что следующий будет, скорее всего, Коби, также со всеми типами королевской воли. Глупо было бы прописывать Конга без пробужденной КВ. Еще раз напоминаю, высшая воля – это следствие твоего пути. Чем выше ты находишься, тем более необходимо наличие такой силы. Если ты на вершине Дозора, то, будучи там, ты обязан пробуждать подобную силу. Иначе на твоем месте был бы тот, кто справился с этой задачей по пути этой конкуренции. Значит, с этой нижней таблицей закончили. Усоб справедливо на самом низу, так как еще давным-давно ОДВСБС был заявлен как слабейший среди мугивар. И это никогда не изменится. Как бы сильно они не росли. Переходим к следующей таблице под названием «Потенциальные бойцы». И в нее входит 14 персонажей. Начинаем со слабейшего из них на данный момент. 14 место. Мамоноски. Современный сёгун страны Вана. Наследник Одано и человек, который поможет последнему Джойбою свершить пророчество. Он уже слышит голоса, подобно Роджеру. И у этого персонажа самый большой потенциал к пробуждению королевской воли. Его, в принципе, можно было бы запихать в стопроцентных обладателей. Но там прям бетон. Поэтому остается тут, хотя в этой таблице также прям практически неоспоримые обладатели королевской воли в будущем. 13 место. Клоун Багги. Во-первых, без рофлов. Человек, который был практически ровней Шанксу, будучи юнгой на корабле Роджера. В данный момент они оба являются Йонко. Хотя все мы прекрасно знаем, что происходит в кросс-гильдии. Здесь нужно смотреть немного глубже. Багги в недавней главе дал прикурить их Рокодайлу и Михе своим стержнем, буквально заставив двух этих балбесов пойти за Ван Пис. Это и есть первый шаг к пробуждению тех самых амбиций, которые и подтолкнут его к пробуждению высших хаки. Позже в этом ролике мы еще поговорим о Багги на крупном абзаце под конец. А пока к 12-му месту. Тут у нас расположился Крекер. Во-первых, когда Луфи чувствовал приближение этого бойца, он сказал, что воля этого человека превышает всех, кто были до него. Тут не важно само наличие королевской воли. Дело в том, что этот парень способен подавить того же до Фламинго, но без подтвержденной королевской воли. Является третьим по силе в команде Йонку Биг Мам. И только по этой причине, как потенциальный боец, подобающий родословной, он находится на этой позиции. Смекаешь? На 11-м месте расположился Дождь Ширью. И тут интересно. Слушайте внимательно. Во-первых, он уже подтвержден как сильнейший во флоту Тича. Тем, кто не видел и хочет более подробно углубиться в эту тему, добро пожаловать на мой полный ролик по пиратам Черной Бороды. Так вот, это будущий соперник Зора в финальном сражении. Пробуждение королевской воли предполагается. Так как второй после сильнейшего Йонка просто обязан вскрывать такую силу, как КВ. Ну, если, конечно, не слитый опущ. Сами понимаете. Так что в потенциальных бойцах находится не просто так. Сразу открою 10-е и 9-е место по той же аналогии. Кинг – сильнейший боец на борту бедолаги Кайда, сравнивая его с тем же Катакури. Боец абсолютно того же класса. Ничего удивительного в появлении королевских хаки. Если этот персонаж будет востребователен в дальнейшем сюжете. То даже Марка Феникс. Но эта персона на голову выше всех этих зеленых юнцов. Командир 1-й дивизии Белоуса, который был подавлен Тичем в бою за время таймскипа. Он тоже наверняка будет заявлен как обладатель королевской воли. Восьмое место. Крокодайл. Ну, тут вообще все прям как на ладони. Человека бафнули, вернув сюжет с наградой в 2 миллиарда, и представили как теневого лидера Кроссгильдии, и буквально серым Йонку Нового Мира. А вообще, есть у меня аргумент 100% прям для душнил. Вы что вот хотите сказать, что у Гарпа есть КВ? У Луфи вот есть КВ? У Драгонов там всяких есть. А у матери Луфи ее нет? Вы че здесь совсем охренели? Никаких притеснений. Этот персонаж, как мощнейший боец Нового Мира, вполне себе вскроет свою королевскую волю. Ждем и верим. Седьмое место. НЛ. Ну тут прям совсем имба. Можно целый отдельный ролик выкатить. Ой, а я же уже его выкатил. Просто его никто не посмотрел. Короче, для тех, кто до сих пор не в курсе. НЛ обладатель нереального фрукта гора, гора Нуми. Логия молний. Что скорее всего и окажется древним орудием уран, которое создает Райга за 5 минут и способно уничтожить целые острова. Имсама выклинчила у Вегапанка первый раз за 20 лет. Подобие Райга. И то оно было одноразовым, чем им самка истерла Лулусию. НЛ вывели из сюжета по заявлениям автора именно благодаря непомерной силе. Но когда он будет возвращен, он еще сыграет свою роль. Да и при этом последний четвертый красный панеглиф с Луны кто захватит? Много ли у нас персонажей, там которых обещали вернуть в сюжет с грохотом, при этом способных попутно принести недостающий красный руат панеглиф обратно на Землю? Им самка хитрющая, думала закинула один имеющийся у них руат панеглиф на Луну, и теперь Рафтель никто никогда не найдет. Да-да, мать. НЛ тебе с комфортом доставит. Короче, Перс создаст еще огромный хайп и появление королевской воли просто обязательно. Теперь открываю сразу 4 слота по возрастанию. Во-первых, Роб Лучи лидер ячейки Сиппизера. В каких-то моментах его полномочия превосходят даже Адмиральские. Это МВП арки Яйцеголовой со стороны мирового правительства. Как бы кому он там по каким-то причинам не нравился. Пока даже в избиении со стороны Луфи никаких намеков на королевскую волю с его стороны нет, но исключать подобного бойца, это просто надеть на себя маску Багги. Ну и естественно, тут расположим трех Адмиралов золотого состава. Думаю, объяснять подобное нет никакого смысла. Теперь ко второму месту среди потенциальных бойцов. В принципе, так же сказал бы 100%, но все же 99%. Бен... Второй по силе в команде Йонко Шанкса. Награда примерно в 3,5 миллиарда бели на уровне Михаила. Можно было бы и тут отдельный ролик снимать, но пожалуй оставлю до лучших времен. Если на бусте норм типы появится, может быть такой же плотный ролик как по Тичу сделаю в сторону команды Шанкса. Ну и первое место также находится в потенциале, но скорее прям 101% обладатель королевской воли. Пусть остается тут, потому что каждый из этих персонажей скорее всего продемонстрирует данную силу. Или она тупо будет подтверждена за фреймами манги в каких-нибудь СБС. Фигерланд Гарлинг, отец Шанкса, сильнейший боец святых рыцарей, тщеславный ублюдок и еще куча эпитетов, характеризующих этого баклажанчика. Нам еще неизвестны хотя бы второй или третий по силе бойцы у рыцарей. Но мне кажется жирно каждому из них выдавать КВ. Хотя если уровень силы раскрытия будут позволять, то почему бы и нет. Но кроме Гарлинга мы сейчас не знаем ни одного имени, поэтому как-то так. А сейчас перед глазами красуется список с по-настоящему жесткими обладателями. КВВВ, ГГББ, всех обнял и принял. Каждого меньше чем три. Теперь открыты практически все слоты и осталось самое интересное. Персонажи, которые 100% являются обладателями королевской воли. Некоторые из них уже демонстрировали ее различными способами, но прямым текстом это еще не обособлялось. Так что предлагаю с места в карьер. Тут у нас расположились 17 персонажей и сразу с конца я открываю 5 ячеек и начинаем обсуждение. Во-первых, Варкурий, он же Горосей Горбачев, он же Бугурсочий Кабанчик, уже является тем самым последним подтвержденным пользователем королевской воли. Но я действительно не понимаю, неужели тем, кто модерирует ссылки на One Piece, Вики, всех мировых фандомов, настолько это прям кажется невероятным? Вот когда два гиганта заметили его рев и прямым текстом назвали эту волю королевской, они его добавили в таблицу подтвержденных. А то, что в этой же главе Горосей Марс в своем пробуждении при помощи королевской воли пробил купол Экхета и залетел внутрь, где даже Джимбей снова намазал. Причем даже характерные молнии также присутствовали на каждом из фреймов даже не в моменте атаки. Его в таблице подтвержденных нет. Ну принцип-то ясен. Но неужели настолько типы ссыкло? Короче, не знаю, как тут даже объяснять. Все пятеро Горосеев находятся на одном уровне развития и абсолютно одинаковыми способностями в пробуждениях. И выделить одного на данный момент, исключая других, это по мне высшее кощунство. Находятся они тут якобы в конце, но расставили мы их по номерам в порядке их очереди, так сказать. И запихали специально в конец этой таблицы, потому что на примере Варкурия нужен был большой абзац, чтобы обсудить данную деталь. Ставь лайк и пиши коммент, если прекрасно понимаешь мое негодование по поводу фанфиков таблиц на фанатских сайтах по One Piece. Значит, теперь в таблице 100% юзеров королевских хаки на 12 месте располагается тряпка Коби. Да, каким бы он ни был сейчас, это будущее и надежда всего морского дозора. Это приспешник Гарпа и его протеже. Он должен был быть главным героем вместо Луфи на старте выхода манги. Ну не дай бог бы я наблюдал подобный One Piece. Короче, персонаж обособленный и на Улье, также подобно Гарпу, демонстрировал мини-вселенское разделение. Он уже пробудил королевскую волю, но так же, как и в ситуации с Гарасеем Марсом, пока никто прямым текстом не подчеркнет его наличие, в таблице на сайтах мы его не увидим. Но Коби 100% обладатель королевской воли. Если прям кто это желает оспорить, я скажу одно. Просто покушай печеньку, может быть отпустит. На 11 месте старый добрый Рюма, самурай страны Вана, который один из немногих продемонстрировал полнейшую закалку своего основного клинка. Я уже не раз подымал эту тему. За счет разницы по воле вооружения, как это делают, допустим, воины Куджа и пермаментная закалка меча, которая, скорее всего, и подразумевает пробуждение той самой королевской воли. Рюма, персонаж на классе упоминания, также 100% овладел этой силой. Переходим к 10 месту, и тут у нас Копергабан. Третий по силе после Роджера в величайшей команде мира One Piece. И смотрите, в чем прикол. Роджер, Рейли, Шанкс, возможные баги и даже пятый или четвертый на тот момент Буллет, они все уже с подтвержденной королевской волей. И я честно, искренне хочу посмотреть на того бедолагу, который скажет мне, что Габбана обделят ее наличием. Этот персонаж бережется под занавес манги, и, видать, в ближайшее время мы увидим его королевскую волю в действии. Но даже если, я еще раз подчеркиваю, если, каким-то боком редактора забьют на Габбана, вероятность 0%, задним числом ему 100% будет приписана королевская воля. Девятое место, и тут я прям катаюсь со смеху постоянно. Трафальгорло. Во-первых, в аниме расширили визуал в битве против Тича, где наглядно показали наличие королевской воли. Второе. Именно за счет своей королевской воли, которая как следствие развития превосходит уровень Дока Кью, он и подавил действие его фрукта Сику-Сику-Номи. По аналогии с трио трехмиллиардников Вана, Луфи и Кида. Только у Фольги прямым текстом пока она не подтверждена. Еще далее. Берем во внимание его соперника и цель по жизни в лице Доффи, и как минимум наличие в имени инициала Ди. При всех прокачках Трафи меня прям на смех выводят типочки, которые орут, что КВ для него слишком жирно. Да, пацаны, да, Дон Чинджао передает вам привет. Трафальгар – жесточайший персонаж с пробужденным фруктом на вершине мира, проигравший сильнейшему Йонку нового поколения. В отличие от Юста Закида, отделался не такой ценой. И учитывая все вышеперечисленное, ну даже не знаю, что тут еще нужно добавлять. Восьмое место. Сабо. И тут сейчас развернемся. Во-первых, он один из трех братьев банды Асэл. Эйс и Луфи – подтвержденные королевские волевики. Сабо – будущее, точнее сказать, настоящее революционной армии, сильнейший после Драгона, и уже даже гораздо влиятельней и популярней среди революционеров по всему миру Ван Пис. Я даже не знаю, мне стоит что-то прям подкапывать, чтобы подтвердить у этого персонажа на 100% пробуждение королевской воли. Думаю, оставлю этот слот, так как он наравне с предыдущим вообще не нуждается в каких-то оправданиях или притяжениях. Седьмое место. Монки Ди Драгон. Самый разыскиваемый преступник вселенной Ван Пис с самой высокой наградой. Ждем раскрытия точных цифр всем селом. Отец Луфи. Сын Гарпа. Я не знаю, также стоит ли объяснять наличие королевской воли, причем 100%. Так же, как и свой сынишка, скорее всего имеет один из четырех или пяти божественных дьявольских фруктов. Раскрытие его бога дождя жду больше, чем нового года. Пожалуй, перейдем к шестому месту. Тут у нас золотой лев Шики. Человек, который практически тормознул Роджера, но был повержен в битве предво. Еще раз для бедняк, которые не котируют Шики. Якобы он был слит Луфи в третьем гире. Вам чисто только развитие и пожелаю, чтобы понять таймлайн выхода полнометражек и рост паверапов для главного героя, который обязан побеждать злодеев в своем же Сенане. Так вот, смотрите, какое интересное замечание. В команде Рокса, когда Белоус был вторым по силе после капитана, следом шел Шики. После него Биг Мам и дальше новоиспеченный Юнга Кайда. У всех из них подтвержденная королевская воля, и трое из них были жесточайшими Йонко, которых одолело новое и худшее поколение. И прикол в том, что мне сейчас в третий раз придется объяснять причинно-следственные связи. Шики даже тогда уже был способен тягаться стопами и уступал лишь Белоусу. Следовательно, на таком уровне он является обладателем королевских хаки. Его сила постоянно подчеркивалась уровнем Йонко, но он единственный из основного состава Рокса, кого пустили по другой стези сюжета. Хотя расписали также довольно интересно. Один только побег из Инпилдовна и битва против Гарпа и Сенгоку чего только стоит. На нем остановился плотнее, потому что это очень смешно, когда именно такого персонажа недооценивают. Все это происходит лишь от собственной неспособности охватить всю картину целиком. Ну короче, Шики, входящий в четверку топ силовиков Рокса, так же, как и все остальные, 100% является обладателем королевской воли. Осталось пять. И на пятом месте Соколиный Глаз Мехоук. Туда же. Сильнейший мечник в мире с пермаментной закалкой своего Йору. Награда 3,5 миллиарда, сильнейший представитель Кроссгильдии. Буквально правая рука Крокодайла, которая при этом сильнее самого Крока. Некогда наставник Зора и все дела. Помимо всего этого, самый приближенный соперник Шанкса в битве на мечах. И при этом, между прочим, не воспринимающий его теперь как оппонента, потому что видит в лице Рыжего бедолагу-инвалида. Этот боец в будущем наверняка помимо простой КВ или даже КВВВГГВВ2.0 продемонстрирует какой-то новый уровень. Короче, чё я тут распинаюсь? Валим далее, а то застряли на очевиднейшем. Четвертое место, но можно сказать первое среди стопроцентных. Просто первые три слишком обособлены. Маршал Ди Тич. Чёрная борода, главный антагонист, не считая новоиспечённого иммунерона. Так же, как и Трафальгар, в аниме прекрасно подчёркнуто и дополнило мангу. Самое смешное, что я действительно видел прям бедолаг, который в силу возраста и неприязни к этому персонажу, спины у рта доказывают, что у Тичи никогда не будет королевской воли. О, я тут даже не знаю. Короче, на данный момент, не считая секретной им самки, среди живых есть три высших бойца. Это Луфи, Тичи и Шанкс. То есть Йонко, приближённые к тому самому титулу короля пиратов. И прикол в том, что даже если прибегнуть к аналогии, Шанкс слил бедного кида, трёхмиллиардника покинувшего Вана, забрав три копии панеглифа. А Тич, в свою очередь, точно так же слил фольгу, также забрав те самые панеглифы. Луфи, в принципе, не нуждается и идёт собственным путём, как главный герой. Но наблюдать непонимание настолько прям очевидных вещей среди некоторых, это больно. Маршал Ди Тич, человек, обладающий как минимум двумя фруктами, один из которых топ-1 в иерархии основной фишки Ван Пис. Все эти три нынешних Йонко создают некий круговорот равенства. Они абсолютно равны на данной стадии своих путешествий. Нельзя сейчас сказать, вот что Шанкс сильнее Тича, у него КВ сильнее. Это ты как определил? В том, что он показал то, чего не показывали другие. Аргумент. А Тич, я тебе вот напомню, имеет как минимум два фрукта. Такого тоже никто не показывал. И тут не проканает, что решает воля. И воля всегда лучше фрукта. Воля – это уровень твоего развития. И если ты со своей волей встречаешь равного себе соперника, но ещё и с фруктом, там воля уже не будет так доминировать, как в случае, например, с фольгой и бомжом Доком Кью. Так что это предвзятое отношение к пафосной рисовке и подаче персонажей. Луфи, Тич и Шанкс сейчас абсолютно на одной волне. Просто кто-то компенсирует волей, кто-то фруктами, а кто-то держит баланс этих двух сил. Ну и скорее всего, несмотря на нынешнее, казалось бы, превосходство Шанкса, даже по заявлениям от автора. В плане недавно было заявление от Оды, что Шанкс ближе всех к уровню Короля Пиратов. И к этому титулу на данный момент. В финале, скорее всего, именно он и окажется слабейшим среди этой тройки, так как в финале будут биться именно Тич и Луфи. Поэтому я понимаю, конечно, все вот эти фанбойства в сторону Шанкса, но поймите, это всего лишь персонаж, это инструмент автора, чтобы украсить тот самый сюжет. Усираться за его честь, это буквально выглядеть картошкой или капусточкой. Но факт в том, что все эти три персонажа абсолютно равны и являются вершиной сильнейших мира Ван Пис. Ну а теперь потихоньку можно выходить на тройку в этой таблице. Третье место. Рокс Дишебок. Являясь самым сильным и опасным соперником Голди Роджера и капитаном той самой невероятной четверки, трое из которых составили предыдущее поколение Йонко, ну вполне закономерно является обладателем королевской воли. И я думаю, даже если вдруг произойдет что-то нелепое и его раскрытие, типа то, что он будет наподобие Багги, и тянулась-то вся команда за ним только на каком-то чуде, все равно наличие КВ у такого персонажа обязательно. Впрочем, и о Багге говорили мы чуть выше, также замыкая пятерку обладателей королевской воли у Роджера, Багги не должен обделяться и наличие КВ лишь украсит этого персонажа. Второе место. Джой Бой. Последний пробудивший фрукт бога солнца Ники 800 лет назад. Скорее всего, тот самый единый правитель королевства Ди и самый титульный персонаж того времени. Ну тут также я даже расписывать не буду, просто сам факт, что он находится в этой таблице, благословит нас на поиске Ван Пис. Первое место. Им Сама. Им Унерон. Тот самый правитель, который устроил дебош среди 20 королей и дожил до наших дней, из тени управляя миром Ван Пис, сидя на пустом троне. Во-первых, Джой Бой был либо побежден напрямую этой персоной, либо перехитрен. Но наличие королевской воли у такого персонажа это 1000%. Возьмите одного того же подтвержденного Горосея Горбачева, и все станет предельно ясно. А если еще и придерживаться теории, что все эти пять Горосеев это свойства фрукта им самки, и она, подобно Пейну, управляет ими, как-то манипулируя, выдавая за знать, которая стоит у истока власти всего мира, то все вообще закономерно. Королевская воля в Аркурии это буквально королевская воля им самки, просто переданная через марионетку. Тут, ну, слишком прям очевидная позиция. Ждем полного раскрытия им самок, и, надеюсь, в ближайшие лет пять хотя бы это произойдет. Ну, как-то так, ребята. Работа проделана колоссальная, ничего не упущено, все вроде подчеркнул, что хотел. Самое главное, что если опираться на две легендарные команды, пиратов Рокса и Роджера, у них как минимум по пять человек с подтвержденной королевской волей. Именно с этой сути можно перенести аналогию на команду, как минимум, Луффи. У Зора-то она уже подтверждена, но если дальше пойдет, допустим, Санджи и Джимбей, который уже демонстрировал превосходство своей воли даже над Йонко Биг Мам, когда та не смогла направить силу своего дьявольского фрукта против этой королевской кильки. Все становится предельно ясно. Только вот у меня с Тичем вопросы. Да, у него сто процентов она есть. И если выделить Ширью, то все нормально. Но остальным, допустим, там Лафиту или Бёрджесу, если выделять по аналогии двух команд мира, это слишком жирно. Я думаю, эти поцы отлетят от Мугива раньше, чем успеют ввести их силу для нас зрителей. И поэтому только самые величайшие команды обладают как минимум пятью представителями с пробужденной королевской волей. Эту полную таблицу можете, конечно, и заскринить. Но если кто-то хочет оригинал файла в максимальном качестве, можете скачать у нас в телеграм-канале или в ВК-группе Флот Накама. Ролик действительно получился плотным, без воды и с колоссальной базой. Поэтому буду рад Луку-малуку, репосту или комментарию по теме видео. А теперь будем прощаться. До скорых встреч. Кампай! Субтитры подогнал «Симон»!